Здравствуйте дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале! Перед вами классный сорт ДС Изюм И тема сегодняшнего видео это Сенофитильный полив Сейчас у нас пошла такая мода Когда все так массово начали использовать фитильный полив И рассказывают как это все классно, быстро, легко, экономит время И так далее и тому подобное Дело в том, что не все так легко и классно Если как бы я так сказала Да, я сейчас допустим использую фитильный полифиалок В качестве, ну из-за того, что у меня нет времени За ними достаточно качественно ухаживать И я просто реально даже на фитиле их пересушиваю И не успеваю доливать И как бы очень много нюансов, на которые нужно обратить внимание При фитильном поливе Огромное количество нюансов И самое первое, самое важное, которое я хочу вам вот в этом видео сказать Что нужно разобраться сначала Детально изучить вопрос А потом переводить фиалки на фитильный полив Особенно если это касается зимы Особенно если касается переходного периода Между осенью и зимой Когда у нас включается, отключается отопление Особенно нужно учитывать вот этот самый важный фактор Это температура Если у вас нет возможности содержать фиалки при температуре От 22, я считаю минимум До 26, это оптимальное содержание фиалок на фитильном поливе О фитильном поливе можно даже и не думать Если вы успеваете, если у вас все получается Выращивайте фиалки так, как вы выращиваете Да, я не говорю, что не надо пробовать Нужно попробовать Но нужно попробовать на одной, двух, трех розетках И потом уже принимать решение, чтобы Да, нужен мне этот фитильный полив Нет, мне не нравится, я не буду его использовать Потому что все-таки фитильный полив Это подбирается под условия каждого человека Каждого филоколода, каждой квартиры Каждого дома, каждые условия их содержания Потому что у всех у нас условия разные Потому что одному это хорошо, а другому просто не подходит И очень важный такой момент в этом всем плане Почему-то все забывают о том, что Ну фиалки, как бы, они не очень-то там совсем любят Чтобы фитильный полив был И когда я однажды спрашивала И я интересовалась этой тематикой И тоже все так, а, супер классно И когда я вот спросила у Елены Лебецкой Я говорю, здравствуйте, а у вас там как, вот вы на фитильном поливе Я была на 100% уверена, что все селекционеры выращивают фиалки на фитильном поливе Мне написали, а зачем фитильный полив фиалка? Я так задумалась Я тут все уверена, что это же так классно Фитильный полив Нет, Елена Лебецкая не выращивает фиалки на фитильном поливе Можете себе представить У нее полив поверху Вот, или в поддон Вот так вот она поливает Лично видела, знаю И могу вам об этом сказать, как есть Если вот, допустим, вы возьмете вот Анатолий Петрович Это форум Петровича Он тоже поливает фиалки поверху горшка У него нет фитильного полива И как бы вот такое вот заблуждение у многих Что все выращивают фиалки на фитильном поливе Нет, не все Нет, не все Многим не нравится Многие пробовали, не подходит Другим нравится, другие тащатся В общем, супер В общем, кому как нравится, тот так и выращивает Но вот эти все плюсы, минусы фитильного полива Я сниму отдельное видео Я вам расскажу Свой опыт выращивания И просто наглядно хочу показать Розетки поставить И показать Когда действительно, да, экономится время Когда действительно, да, это немножко легче и проще Но фитильный полив Это очень тонко Это очень тонко Это нужно очень, так сказать, все Просчитать, продумать, просмотреть Разузнать Подойти к этому Не так А, сейчас поставлю и там как будет Нет, нужно разбираться и смотреть Какой торф Какие емкости Сколько надо Разрыхлителя Сколько нужно того Сколько нужно сего Какое освещение И обязательно нужно учитывать температуру Если у вас будет температура 18 градусов в помещении Хотя бы недели две Ну, шансы выжить многим фиалкам Ну, не дано Понимаете Это нужно тогда снимать светиля Мыть емкости Короче говоря, это очень все интересно Но я их говорила И их буду говорить Что нужно попробовать и проверить Нужно оно вам или нет Есть девочки, которые успевают И не заморачиваются об этом Поливают себе поверху воршка Или в поддон Так как они привыкли И прекрасным образом у них растут И цветут фиалочки И поэтому Скажем так Сказать, что все Да, идем на фитильный полив Нет, не скажу Сказать нет, не используйте Тоже не могу вам сказать Потому что Все-таки в каких-то моментах Да, это действительно проще Это действительно легче Но опять же Это нужно подбирать Под ваши условия И выбирать уже конкретно То, что вам подходит И то, что вам лично И вашим фиалочкам нравится Ну и конечно же Под конец Я всегда прошу вас Написать свое мнение Свои отзывы По поводу фитильного полива Пробовали вы или нет Понравился вам или нет Фитильный полив Если вы пробовали Как вы выращиваете И так далее И тому подобное И допустим Почему вам не понравилось Выращивать на фитильном поливе Или К примеру Почему вы выращиваете на фитиле И так далее Вот это вот такой вот момент Когда хочется узнать побольше Потому что все-таки Очень интересный вопрос И очень много плюсов И минусов В пользу фитильного полива И в пользу обычного полива Который годами используется Фиалководами И в принципе Да все годами используется И у всех все растет Как это говорится Каждая жаба Своего болота хвалит Поэтому очень интересно послушать На этом все Если будут вопросы Обязательно задавайте Спасибо за просмотр Красивых цветов Хорошего настроения До новых встреч До свидания Здравствуйте Добро пожаловать на мой канал Перед вами Сорт Любимая дочка Как всегда Для начала Описание сорта Селекционер Маккуни Круглые светло-сиреневые цветы С тонкой темно-фиолетовой каймой Темно-зеленые листва Обильное цветение Стандарт Этот сорт Уже Можно сказать Это классика Древняя-древняя классика Фиалок Это одни из самых первых сортов Которые были выведены Еще в советское время Селекционерами Маккуни И конечно же Как и у любого коллекционера Да Селекционера-коллекционера фиалок Есть те фиалки С которых все начиналось У меня начиналось это все С любимой дочки С Рози Раф С Костиной Фантазией С Фады Даним Вот эти сорта Которые я покупала на выставке В далеком 2003 году И пыталась с ними подружиться И это те сорта Которые у меня В моих условиях С моей Так сказать Не очень опытной руки Они у меня прижились И растут Цветут И радуют по сей день К сожалению Любимую дочку Я не смогла Сохранить Это уже повторный экземпляр Я когда увидела В коллекции У Лизы Моей уже подруги Сейчас мы дружим Нашла у нее В коллекции Эту Любимую дочку Я радовалась Хлопала в ладоши Ура Есть этот сорт Хотя он в принципе Очень хорошо Им широко распространен Но вот как-то Не все И не всегда Этот сорт Почему-то оставляют Ну как-то вот Наверное Просто из-за того Что Ну Кажется что Что-то может Новее быть Что-то лучше Ну в принципе Я люблю Вот именно Любимую дочку Из-за того Что Она всегда Цветет И шапочное Цветение Сейчас у нее После омоложения Это Показываю вам Для истории Потому что Интересно посмотреть Что будет дальше Иногда даже Удивляешься Что Ооо Так цвела красиво Или ооо Сейчас лучше цветет Поэтому Это Именно цветение Для истории Я хочу вам показать Вот как она Сейчас цветет И конечно же Потом показать вам Какая она будет Красивая С шапочкой цветов И когда я увидела Ее вот у Лизы в коллекции Я конечно Несказанно Обрадовалась Как вроде Знаете Как старого Доброго друга Встретила Вот И поэтому У меня вот К любимой дочке Очень такое Трепетное отношение И я ее просто Люблю Потому что Это Очень хороший сорт Хотя Это не моя Цветовая Гамма Так сказать Я Ну как бы Немножко Прохладно отношусь Вот Именно к таким Сиреневым цветам Но любимая дочка Меня Меня любит И я ее люблю Потому что Ну она вот такая Классная Красивая И это Ретро Это наша история Это Ретро сорт И это Скажем так Это наша история Наши воспоминания Те воспоминания Которые вот Воспоминаешь Когда ты первый раз Пришел на выставку Фиалок И такой Аааа Боже Какая красота Боже Сколько цветов И берешь Хватаешь Все Что видишь Потому что Все же такое Красивое Поэтому Это Вот это У меня Ассоциация С любимой Дочкой Это Такой Сорт Который Меня Вдохновляет Радует И я Очень его Люблю И очень Мне нравится Ведь Если Посчитаете На форумах Посмотрите Многие Девочки Не очень Его любят Другим очень нравится поэтому если вы начинающий любитель фиалок и вы не гонитесь за таким вот всяким скажем так выпендрежем ну что есть очень красивые фиалки но не очень капризная и как бы чтобы научиться и проняться вот этим вот та фиалочным делом можно попробовать для разнообразия попробовать вырастить любимую дочку она я думаю что отблагодарит вас за заботу за ваши за ваши труды потому что этот сорт очень отзывчивый он на уход вообще просто и укореняется и растет и деток дает всегда цветет и это годами проверенный сорт который растет цветет радует девочек в коллекциях и очень часто я видела фотографии конечно очень красивых сортов очень красивых фиалок но зная какие они в жизни знаете как бы лучше вы себе такое счастье оставьте ну что я для меня важно фиалки это ее отдача да вот как бы чтобы она цвела радовала и если вдруг какое-то там заболевание чтобы было с фиалкой договориться чтобы можно было вылечить и как бы вот это вот ну такое требование у меня лично к самим фиалочкам моя дочка конечно в этом она стоит в первых рядах потому что она очень хорошо растет красиво цветет радует своим цветением радует своей красотой и как бы вот она очень устойчива к заболеваниям даже спустя ремонт даже спустя годы и спустя ошибки и неправильный уход и перелив и залив и все что угодно выдержал этот сорт у меня и я к сожалению уже говорил что я потерял этот сорт и вот недавно не так давно его себя так сказать восстановила возобновила сотрудничество и как знаете как вроде встретила старую подругу старого знакомого и решила все-таки любимую дочку себе еще раз вести и я не жалею об этом потому что сорт любимая дочка селекционер макуни очень красивые достаточно крупные цветы кстати это ретро сорт это еще 90-х годов сорт вот да и какой какие цветы какой размер это сейчас мы уже разбалованы что нас фиалки все такие мордатые пузатые а это в то время конечно красивый сорт мне нравится если у вас есть свои отзывы свое мнение об этом сорте приглашаю с нами поделиться я думаю что многим будет очень интересно почитать когда человек собирается коллекцию он конечно же проверяет что же говорят об этом сорте другие и словах сорт показал себя очень хорошо очень нравится и укореняется и растет и развивается и фиалочки крепенькие цветоносики все в порядке с любимой дочкой мне этот сорт нравится буду его содержать держать хранить потому что это мое воспоминание мои первые фиалки и сорта которые мне помогли научиться выращивать аллочки спасибо за просмотр красивых цветов хорошего настроения до новых встреч до свидания